Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Дорогу осилит ждущие. На Минске меняют покрытие. Это же наше благоустройство для нас. С какими неудобствами столкнулись бы обручание. Когда рука так и тянется. Житель Костюковического района слил с рабочего маза 80 литров солярки, что грозит нарушителю. Задача – предупредить. В центре дружественного отношения к молодежи импульс не прекращается. Работа на тему употребления алкоголя, наркотиков и курения. Как не стать на скользкий путь. А также уведомления от налоговой. Армии 2022 и разлетелись, как горячие пирожки. Путевок в белорусской здравнице почти не осталось. Сколько заработал турбизнес? Президент встретился с губернатором Пермского края Дмитрием Махонином. Практически полумиллиарда долларов в прошлом году достиг товарооборот Белоруссии с российским регионом. По индексу экономического потенциала область занимает 10 место в Российской Федерации. Он один из наиболее индустриально развитых. Противостояние санкциям, курс на импортозамещение, усиление промышленной кооперации и последовательное увеличение торговли. Такие задачи ставят перед собой обе стороны. Мы должны не просто продемонстрировать всем, что мы обойдемся без тех, кто не хочет с нами работать, но мы должны продемонстрировать, что мы еще и можем немало. Поэтому, пожалуйста, мы к вашим услугам и по поставкам, и по кооперации, потому что простая торговля, ну, ею надо заниматься, но наиболее надежный вариант это когда мы связаны друг с другом, наши предприятия и работают по кооперации. Все по вопросам, по которым мы примем решение, вы можете не сомневаться, мы обязательно исполним. Как бы ни было сложно, мы это сделаем. Да и сложности мы научились этим преодолевать. В данный момент три сотни компаний из российского региона поставляют продукцию в Беларусь. Это товар химический, машиностроительные отрасли, а также древесина. Свыше 220 белорусских предприятий импортеры. Плюс один. В Костяковичском районе сдержали очередного любителя нажиться. Мужчина ввез в целый багажник дистоплива. На 59-м километре трассы Климовича-Костяковича-Граница Российской Федерации сотрудники ГАЭ остановили 58-летнего водителя одного из предприятий района, который возвращался с ночной спины. Здравствуйте, ГАЭ Костякович, дистанция Василенко. Везете что? Нет. Покажите, пожалуйста. Покажите, пожалуйста. Кого? В багажнике его авто правоохранители обнаружили 80 литров солярки. В ходе проверки выяснилось. Мужчина сливал топливо со служебного МАЗа. В рамках комплексной работы по контролю за уходом убоечной компании МВД усилило меры по выявлению фактов хищения топлива. Особое внимание уделяется транспортным средствам работников агропромышленного комплекса. Впереди ремонтные работы. Бобручане не могли не заметить кипящую работу на Минской. С утра до вечера там трудится дорожный десант. В планах заменить асфальтобетонные покрытия, благоустроить пешеходные и велодорожки. Правда, передвигаться по основной магистрали города стало непросто. Все чаще там возникают пробки. Мария Бересневич узнала, в какую копейку обойдется апгрейд. Глядя на эти кадры, невольным делом вспоминается столица. Пробки там явление привычное. Но для Бобруйска затор скорее исключение, нежели правило. Всему виной ремонт главной магистрали. Дорожники трудятся на отрезке от Рженикидзе до Гагарина. К работе приступают так, чтобы не создавать проблемы в утренний час пик. А вот с вечерним дела обстоят куда труднее. Если автомобилисты на реновацию смотрят с оптимизмом, то не все пассажиры общественного транспорта проявляют понимание. Дольше время ожидания, плюс приходится немного прогуляться. Там, где троллейбус не может идти своим ходом, его перевозит машина техпомощи. В связи с ремонтом дорожного покрытия по улице Минской в работе троллейбусов могут быть срывы в расписании. Мы просим относиться с пониманием данной ситуации. И если пассажиру пришлось вынужденно выйти с салона троллейбуса, он может воспользоваться тем же талончиком на другом троллейбусе. В проект входит фрезерование верхнего слоя и укладка асфальтобетона. Генеральный подрядчик ДСУ-16. Мавройская организация не раз выигрывала тендер на ремонт городских улиц. Участвовала и в реконструкции ключевых республиканских магистралей, в том числе и М5. На Минской дорожнике применяют материал на основе специального битума и целлюлозы, что делает покрытие более устойчивым колебанием температуры и внешним воздействием. Новое полотно должно прослужить не меньше 10 лет. Стоимость проекта – 1 605 000 рублей. Задействованы здесь порядка 30 человек, не считая тех, кто трудится на асфальтобетонном заводе. Работы завершатся до 15 августа. На этом участке три асфальтовокладчика идут, для того, чтобы сразу закрыть половину дороги на всю ширину, пять катков. Ну и сопутствующая техника – это водовозки, это фреза, фреза большая, фрезы маленькие, гудронатор, дорожные рабочие, которые работают на устройстве тротуара, дорожные рабочие, которые идут в устройство асфальтобетонное покрытие. Вскоре обновится и пешеходная дорожка от Чехова до Джаникидзе. Вместо асфальта на протяжении квартала положат мелкоштучную бетонную плитку. Поэтому временное неудобство, помимо водителей и пассажиров, испытывают еще и велосипедисты и пешеходы. И мнения здесь разделились. Я вчера ехал, такая ситуация по той стороне была. А сегодня еду, теперь по этой стороне. Ну что сделаешь? Ну это все надо. Это же наше благоустройство, для нас все. Ничего, остановочку пройдем, там ждут, говорят, пересядить на троллейбус и появиться. Вообще неудобно. Я ждала минут 30, наверное, троллейбуса на 6 микрорайоне. Потом меня высадили только на РТИ. Очень все слаженно, очень все красиво, очень все четко. Я видела неделю назад там. Ремонтировали тоже очень быстро, очень четко. Минская транзитная магистраль. Улица, переходящая в шоссе. Работы ведутся за счет Республиканского фонда. Апгрейд здесь начался еще в 2020-м. Самое сложное уже позади. За два года отремонтировано 3 из 5 километров. На пересечении с Октябрьской появилась дополнительная полоса для поворота направо. На оживленных перекрестках островки безопасности и специально выделенные велодорожки. А на пешеходных переходах тактильная плитка и заниженные бордюры. Буквально на глазах преображаются и другие городские артерии. В этом дорожном сезоне готовы 150 тысяч квадратов асфальтового покрытия. Ровно столько же сделано за весь прошлый год. Гагарина. Сделана улица Ульяновская. Практически доделана. Только тротуарную дорожку там нужно сделать. В работе сейчас находится улица Орджоникидзе. От ЖД переезда возле Горгаза до улицы Оранжерейной. То есть тоже буквально на этой неделе мы заканчиваем. В ближайших планах у нас улица Интернациональная. Вот 50 лет октября и до путепровода Крылова. Кроме того, возобновлены работы и по реконструкции Титовского моста. Вскоре их станет два. Тендер, напомним, выиграли сразу несколько организаций. За правый берег отвечает ДСУ-16. За левое дорожно-строительное управление из Рогачева. Проектировщик Белгий Продор. Путепроводы практически не будут отличаться друг от друга. Исключение ширина. 17 метров у нового и 14,5 у приемника Титовского. Для водителей предусмотрены три полосы на въезд и столько же на выезд из Бобруйска. Расположатся тут пешеходные и велодорожки. В параллельно со строительством транспортной артерии на подходе к ней расширится Береговая и Рогачевская. Каждая улица примерно на 500 метров. С учетом длины переправ суммарная протяженность дороги составит 1320 метров. Основную часть пролетных сооружений выполнят из особо прочной стали и лишь прибрежной из бетона. Реконструкция запущена в рамках госпрограммы «Дороги Беларуси». Время идет, а вместе с ним меняется и Бобруйск. Визуально город уже не узнать. Туристы каждый раз восторгом изумляются. Однако процесс модернизации не может проходить бесследно для местных жителей. Это, конечно, из-за держки общественного транспорта, перекрытые дороги, заторы. Но все трудности временны. Благодаря сегодняшним реновациям уже завтра автомобилисты, пешеходы и велосипедисты смогут на себе ощутить то, ради чего надо было немного потерпеть. Мария Бересневич, Ольга Васенда, Максим Галеонко, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Отдых по-белорусски, рыбалка меняет формат и новая стоимость. В ученом году повышаются цены на школьные книги. Кому положена скидка? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В новом учебном году за пользование книгами потребуется заплатить 16 рублей. Многодетным положена 50-процентная скидка. Бесплатно школьную литературу выдадут детям-инвалидам, сиротам и тем, кого воспитывают опекуны. Плюс несовершеннолетним, у которых родители-инвалиды первой или второй группы. Передать квитанцию в учреждение образования необходимо до 1 октября. В белорусских санаториях растет спрос на путевки. Уже на осенний период забронировано 90% мест. Результаты здравниц в этом году будут лучше, чем в 2021. Только за первое полугодие выручка составила больше 360 миллионов рублей. Белорусам стали приходить извещения от налоговой на уплату имущественных сборов. До 1 сентября всем владельцам недвижимости, а также авто, доставят уведомления. Как правило, почтой. Обладатели личных кабинетов-плательщиков получат электронные документы. Раньше вместо одного отправляли сразу три квитка. Военные заканчивают подготовку к армии 2022. Уже позади контрольные занятия. Каждый прошел серьезный отбор. Всего на международные игры зарегистрировались более 270 команды с 37 государств. Состязания примет и наша страна. Проходить они будут в Бресте, Слуцке и Минске. В Беларуси с пятницы вступят в силу новые правила рыболовства. Изменения коснутся способов и мест ловли. Ограничений по весу и количеству вылова. Плюс аренды водоемов. И это лишь часть нововведений. Протянуть руку помощи. Во второй детской поликлинике в Центре дружественного отношения к молодежи «Импульс» ведется индивидуальная профилактическая работа с подростками. Тематические часы здесь проводят еженедельно. Беседуют о негативном влиянии наркотиков, курении, употреблении алкоголя. Большое внимание уделяют половому воспитанию. Посещают занятия в основном ребята от 12 до 18. Обратиться можно абсолютно любому подростку нашего города, независимо от какой он поликлиники относится. Обслуживаются все дети, обратившиеся к нам в Центр. Только за прошлый год впервые за индивидуальной консультацией в Центр обратились 246 человек. Общение специалистов с подростками выстраивается на принципах добровольности и анонимности. Телефон доверия 70 43 53. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok